На сайте ВотКит проводится бесплатная раздача золота. Можно выиграть аж 5000. Также из кейса стоимостью 149 рублей, или чуть меньше, или больше, можно выиграть премиум танк 8 уровня и горы золота. Переходи по ссылке в описании и используй промокод. Дружище, надеюсь, выиграешь именно ты. И также ты можешь поучаствовать в бесплатном розыгрыше голды от Маракаси. Достаточно всего лишь поставить лайк под этим видео, в комментарии указать ссылку на свой профиль ВКонтакте. Ну и комментарий должен быть осмысленным по теме видео. Ну и не забудь подписаться на канал. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня в этом видео пойдет речь о Данимере. Так как это очень важная модификация, в нашей игре, наверное, самая важная и самая востребованная, и самая хайповая, и, наверное, для многих самая ненавистная. И есть, в общем-то, что обсудить. Запретят ли Адренимер какие есть причины за и какие есть причины против. Я постараюсь все рассказать. И тут подвернулась довольно полезная, в общем-то, статья. Не буду, наверное, все перечитывать. Но смысл в том, что один из европейских игроков, он, собственно, писал все в Ридите, такой популярный в Европе сервис. И, в общем-то, он решил провести эксперимент. Он сыграл 1000 боев на аккаунте, на котором 2500 ВН 8, 59% побед. И уровни техники 8, 10. Потом он сыграл 1000 боев на аккаунте, на котором статистика гораздо-гораздо хуже. Собственно, на нем было 42% побед и 200 ВН 8. То есть, у него было 2 аккаунта, и он решил посмотреть, а на каком аккаунте, собственно, фокус будет больше. Где чаще всего по нему будут стрелять. И, в общем, из 1000 боев вот какую статистику он смог вывести. Он играл на аккаунте, где статистика неплохая. 357 боев сыграл с тремя артами, 342 боя с двумя артами, 161 бой с одной арты и 140 боев вообще без артиллерии. Привет, Мариновка. И вот итог. В общем-то, за 1000 боев на этом аккаунте меня станет 622 раза. То есть, как вы можете видеть, ну, довольно-таки часто. Ну, естественно, за один бой, особенно там, где 3 арты, те могут станеть там очень много раз. И на втором аккаунте, где статистика гораздо хуже, как заверяет автор, это аккаунт его младшего брата. И на этом аккаунте, собственно, он сыграл 401 бой с тремя артами. Почему-то побольше боев было с тремя артами. 276 боев с двумя артами и 154 боя с одной артой. 169 боев без артиллерии. За 1000 боев на таком аккаунте стан дотянулся до меня 104 раза, как пишет сам игрок. Ну, как вы можете видеть, разница очевидна. 622 раза и 604 раза. При этом игрок пишет, что на обоих аккаунтах он играл одинаково агрессивно. То есть, в одном стиле очень агрессивно. Ну, в общем, такие вот дела. Правда, тут не написано, на какой технике конкретно. Ну, есть некоторые пробелы тут. Но, тем не менее, все-таки статистика такая вот громогласная, то есть, о многом говорящая, что якобы арта все-таки стреляет по тому, у кого стата лучше. Даже, ну, при условии, если два игрока, вот, играют агрессивно, она выберет того, у кого статистика поприятнее. Ну, как поприятнее? Посильнее. В общем, стреляет по тем, кто скиллове. И это означает, что, в принципе, играть на аккаунте, на котором хорошая статистика, благодаря Аденемеру, благодаря этому моду, очень и очень проблематично. И от этого реально горит жопа. Ну, и чем лучше статистика, тем больше внимания вы вызываете у игроков. Что я лично думаю об этом? Я считаю, что, действительно, чем вы известнее, ну, то есть, если вы популярная какая-то личность, хотя тут не про это, но это тоже влияет, тем больше, по-моему, фокуса. Чем больше у вас статистики, чем лучше вы играете, то, естественно, вас будут воспринимать как сильного игрока и будут стараться вывести из строя. И как в Европе довольно-таки популярен Аденемер, так и на просторах, ну, СНГ тоже Аденемер весьма популярен. Стоит ли его запрещать? Тут, конечно, есть как стороны за, так и против. Но я лично со временем пришел к такому вот выводу, что нужно вообще играть, ну, без упора на статистику, потому что лишние нервы от игры, ну, такое себе удовольствие, чтобы брать и, в общем-то, страдать из-за там какой-то статки, из-за каких-то цифр. Да, я там все равно чекаю стату время от времени, у меня нету ни Аденемера, я не хочу разочаровываться в своих союзниках, и нету практически модов на статистику. Стоит ли запретить? Ну, может быть и стоит, а может быть и нет. Тут такая ситуация, что есть много за и много против, то есть все-таки мод востребован. Мод пользуется популярностью. Кто-то им пользуется во благо, то есть кто-то не просто там фокусит статистов, а просто там использует эту информацию для того, чтобы достигать цели в бою, хотя на самом деле уничтожение более сильного игрока, это по сути то и есть. Но бывает слабые игроки совсем уж преувеличивают, то есть они начинают стрелять по статисту, который там играет от башни, который танкует грамотно, его фиг пробьешь, вместо того, чтобы стрелять по тому, кто сильно подставляется. Ну, тут еще дело в артиллерии, и арта, конечно же, ну, старается тут уже, ну, выбрать того, кто реально по скиллове, по стате. Также еще стоит отметить, что сам автор утверждает, что он никогда не испытывал такого удовольствия игры World of Tanks на аккаунте с плохой статистикой, то есть по нему гораздо реже стреляли, выбирали более скилловых там ребят, даже если он там играл на десятке, на картон и подставлялся, все равно стреляли по тем, у кого на стата лучше. Вот так вот он заявляет и говорит в конце, что нужно запретить Алини Мер, потому что он только все портит. Ну, а что будут делать в ВГ? Неужели они не знают об этой проблеме? Я думаю, все прекрасно знают в ВГ, и все прекрасно анализируют, и я думаю, даже они разговаривали с владельцами XV-мода. Ну, была такая, в общем-то, практика, что им немножечко ограничили, ну, возможности, ну, то есть, или они это сами сделали, но мне кажется, тут дело в том, что ВГ немножечко их подтолкнули, чтобы, ну, вы наверняка знаете, чтобы активировать Алини Мер, нужно перейти на сайт XVM и уже там нажать кнопочку. Хотя, может быть, это сами разработчики этого мода сделали, чтобы чаще на их сайт переходили. Тут сложно сказать. Но в любом случае могу сказать, что ВГ это просто невыгодно запрещать Алини Мер, как и запрещать вообще любую статистику, потому что, ну, люди видят свою статистику, то есть, они устанавливают впервые этот мод, и вот как раз в этот момент у них начинает возникать вопрос. То есть, до этого, ну, начинающие игроки, они как играют, играют, и они не знают, хорошо они играют, плохо, они там настреляли, не знаю, тысячу урона на танке 10 уровня, и думают, ну, я играл активно, я вот старался. А потом у них прозрение появляется, что вот они устанавливают на Алини Мер, видят красные цифры в своей статистике, видят, что, как бы, они плохо играют, и думают, блин, ну, надо что-то исправлять. И после этого начинают покупать премиум танки, доход в ЭГ, премиум аккаунт, в общем, всякие премиум фишки, там, пытаются найти клан более сильный. То есть, все пошло-поехало, люди, как бы, пытаются сделать все ради того, чтобы поднять статистику, потому что они осознали, что их статистика плохая. Соответственно, в ЭГ получать доход. А сколько у нас в игре статистов слабых, там, сильных, разных калибров, там, песочных нагибаторов, которые тоже тратят свои деньги, которые стараются лучше по стате там быть, там, фиолетовая, чтобы стата была, или хотя бы бирюзовая, а некоторым и зеленые статы вполне там за голову. В общем, все это доход для ВГ, и XVM мод приносит им реальный доход. Но это мое субъективное мнение, то есть, это не мнение ВГ, если что. Это мое конкретное рассуждение. Может быть, я не прав, может, прав, но это лично я так считаю. Но вы уже там думаете сами. И я лично считаю, что в целом нужно попытаться взять и ну, опросы какие-то сделать, как-то, не знаю, разверлить эту ситуацию, может быть, немножечко ограничить, а на немер, там, может быть, какую-то функцию ввести, чтобы можно отключать свою статистику, может быть, какие-то компромиссы нужно сделать, но ВГ ничего не будет делать, потому что, ну, им и так все выгодно, на мой взгляд. Зачем что-то закрывать, если это приносит тебе реальный доход? По-моему, это полная глупость. Зачем закрывать или не мер, портить себе доходы, портить себе статистику, а потому что, опять-таки, онлайн, ну, возрастает, когда люди больше играют, там, пытаются скилловее стать, видят, что у них там стата где-то хуже, они, там, зацепляются за это, такой якорь, можно так сказать, и им хочется больше играть, больше прогрессировать, больше донатить, чтобы статка была получше. А в итоге, как бы, их начинают фокусить больше, когда стата становится лучше, и действительно фокус есть, но мне кажется, хоть и не на 100% этот тест, его, ну, такой вот, объективный, то есть, может быть, он немножечко такой вот, какой-то вот, не совсем правдивый, ну, я не думаю, что автор этого теста врал, но, то есть, тут глобальнее нужно тесты проводить, но и так понятно, что фокусят статистов, убивают их, и чем лучше у тебя статистика будет становиться, чем больше фокуса по тебе будет идти. То же самое касается популярных вододелов, то есть, у которых статистика не закрыта. Чем популярнее, тем больше внимания ты будешь вызывать у игроков. Вот такие вот дела, такое субъективное мое мнение. Спасибо, ребята, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok